Хорошая подача под Телемоненко 8-8, снова равный счет Все-таки с таким настроением на тураже играют Через поворот, блок по исполнению Николая Рудницкого Мастерство Белогорья Вы сами видели, да, не часто его можно видеть так, чтобы мастера Муха закрывали атаку у Телемона Дмитрия Витальского Ну и напомню, что если брать историю встреч Харьковского локомотива Белогорья именно в официальных матчах То уже имеет вкус победы над Белгородским клубом Харьковский локомотив Это было в прошлом чемпионате Но это уже тоже история Но эта история говорит о том, что по большому счету Команды могут, скажем так, добиться Право на победу И здесь уже в официальных матчах Равная борьба Имеет вкус победы над Белгородским клубом История не подачи Грозера Но эта история говорит о том, что по большому счету 10-10 и у нас на подаче Юрий Томин Диагональный Харьковского локомотива Имеет неплохую подачу Посмотрим, как получится сейчас Хорошо он здесь справился на приеме Пантелеймоненко И атака Тетюхина 11-10 Ну и сам капитан Белогордцев Идет на подачу Сергей Тетюхин Хорошая подача Здесь Капелусь был на приеме В атаке Юрий Томин Юрий Томин оставляет неуделу Блок Белогорья 11-11 Равная борьба Ну что ж Интереснейший волейбол Просто вот Вы знаете Сейчас приятно смотреть на обе команды Такое впечатление, что вот Такой вот Матч звезд сейчас в Харькове Смотря на то, что это просто Очередной матч в туре Но вот Мне кажется, что столько звезд на площадке Давненько не было уже В Харьковском Локомотиве Ну и Тем интереснее смотреть Тем интереснее болеть А сейчас, я думаю, есть У экранов, телевизоров, мониторов Поклонники как Белогорья, так и Локомотива Тройной блок Смягчена атака Возвращает мяч в игру в Харьковчане Возвращают Атака по линии здесь безупречная Роза Тринадцать-одиннадцать Снова рвок в Белогоре Пока что плюс два Ну и на подачу Отправляется Богомолов Александр Богомолов Опытный игрок Мастер спорта Рост два метра восемь сантиметров Семьдесят шестого года рождения Ну а пока еще Не подает Богомолов По одной простой причине Запросили просмотр Эпизода Харьковчане Сейчас арбитры Примут решение Такая пауза небольшая Сейчас арбитры Объявят о своем вердикте Нет Все-таки мяч попал в линию И здесь Голгородцы заслуженно вполне Зарабатывают Тринадцатую очко И при счете Одиннадцать-тринадцать Первый тайм-аут Берет Юрий Иванович Филиппов Для своих подопечных Ну я думаю что и Главному тренеру Белогорья Геннадию Яковлевичу Шипулиному Заслуженному тренеру России Легендарному наставнику Белогорья И в свое время Сборной России И что сказать своим подопечным Может быть где-то Что-то так Даже подсказать Индивидуально игрокам Сейчас вот Такие наставления Иванович провел Сергею Багрею Ну и вот После такой паузы На подачу снова выходит Александр Богомолов Но сейчас уже можно подавать Нерисковая подача Фомин на приеме Братоев на атаку Юрию Томину А здесь блок В исполнении Мусырского Сейчас вот Какие наставления Да, Мусырский и Пантелеймоненко Тоже знатная сила на блоке Сергею Багрею 14-11 Ну и вот После Чемпион России На подачу снова выходит Александр Богомолов Свердородцев Подавать Капелусь на приеме Братоев на атаку Юрия Томину Ирещенко И снова Эта же комбинация Но уже Второй раз Не проходит Нерисковая подача Капелусь на приеме Братоев на атаку Юрия Томину И добился таки своего 12-14 12-14 Локомотив снимается С неудобной Багомолова Багрею 14-11 Ну и вот Иритереминка Сейчас Пытается Ухлажнить Жизнь на приеме Белогодию Продоев на атаку Юрия Томину Ирещенко И снова Эта же комбинация Ну и вот Отыгрывает И снова Как можно Третье раз Атаку Юрия Томину Ирещенко И добился таки своего Закрыли 13-14 Как уже Не раз Сделали 13-14 Локомотив снимается 13-14 Снова Не опустили Белогория В отрыв Харьковчане Подача Дмитрия Теременко Здесь Брагин На приеме Снова Мусырский Закрыт И Николай Рудницкий Получает Заслуженное Поздравление От своих Партнеров С успешным Блоком В очередной раз Николай Рудницкий Выходит Победителем Из дуэли Первых темпов 14-14 Снова равный счет Теременко На подаче Мощная подача Теременко Переходящий мяч И здесь Братоев Не попадает В площадку Касание Касание Говорит Братоев Было Но Арбитры Касание Не увидели Мяч За площадкой 14-14 14-14 Вернее 15-14 Погрей На подаче Ян Ерещенко Ну а здесь уже Блок от Грозера И 16-14 С таким счетом Уходят Команды На второй Технический Таймал В первой партии Плюс два Белогория Ну что ж Да Быть может Не на Максимуме Сейчас Белогория Поскольку За плечами Матч С Тарантино С итальянцами В Лиге Чемпионов Впереди Финал Лиги Чемпионов Для Белогория Но В открытом Чемпионате России Мне кажется Вполне Обоснована Такая тенденция Что С Белогорием Любая команда Любая 16-ти В Суперлиге Играет Свой матч На максимуме То есть Возможности И желания И куража Вот мне кажется Сейчас Локомотив Играет С воодушевлением Свежо Выглядят Харьковчане В защите Отрабатывают На блоке Весьма и весьма Уверенно действуют Ну вот поэтому И такой счет Поэтому такое Противостояние И поэтому Такой волейбол У нас здесь Сейчас в Харькове Мяч на площадке И эйс И эйс И эйс В исполнении Сергея Получилось Волейболисты Здесь выше Выше всяческих Всяческих похвал И Слушать Такая ситуативная Атака Харьковчан Но все время Ян Ерещенко Получает Раз за разом Возможность Совершить Свое дело И добивается Успеха Замена Ливан Каландадзе вместо Яна Ерещенко Вот так вот решает усилить свою игру, вернее, своей команды Ливан Филиппов Ливан Каландадзе, мощная подача у Ливана Кстати, между прочим, Ливан Каландадзе воспитанник Белгородской школы волейбола А именно, конечно же, Белогорье Ну и сейчас выходил на подачу Ливан Сделал все, что мог Ну, вот вы и сами видели эпизод над сеткой Повезло больше белгородцам На обратная замена, Ян Ерещенко возвращается в игру 19-17, Мусырский на подачу Ливан Каландадзе Сейчас максимальная концентрация на прием Фомин принимает эту подачу Братоев на атаку Сергею Капелусю И здесь Грозов, ну что сказать Здорово, здорово сейчас сделали все белгородцы И 20-17, концовка сета Снова замена у харьковчан На этот раз доигровщика на доигровщика меняет Илья Иванович Филиппов Евгений Капаев появляется на площадке вместо Сергея Капелуся И тайм-аут тут же берет Илья Иванович Филиппов Ну что ж, нас ждет, думаю, напряженная концовка сета Но пока смотрим повторы лучших моментов И еще результаты Илья Иванович Филиппов Илья Иванович Филиппов Илья Иванович Филиппов Илья Иванович Филиппов Субтитры создавал DimaTorzok 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 КОНЕЦ 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 СТОЙ ЧИТ ХОККЕЙ РОССИЯ СОСА ПО ТАНАМ, ДВА, ТРИ КОНЕЦ 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 Волейбольный расклад, скажем так. 2-1, Локомотив выходит вперед. КОНЕЦ 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 атаку пелгородцы еще 2-2 2-1 локомотив выходят вперед подача и ритомина здесь вдвоем бросились на этот все правильно сделали но и не зря и роман брагин столкнулись розыгрыш 3-2 вытащили этот мяч провели успешную атаку мусерский на подачу фамин на приеме протоев на атаку евгений копаеву евгений копаев здесь надежный закрыт боком и снова грозор 2-1 локомотив выходят вперед грозор и организовала домино здесь вдвоем бросились на этот все правильно сделали но и 4-2 хорошая подача мусерского эйс записывает в свой актив центральные блокирующие белгородцев и тайм-аут берет и реванч филиппов при счете 5-2 ну что ж снова попытка уйти белгородцев вперед в отрыв то что не удавалось по ходу всего первого тайма гостям и удалось только в концовке сета сейчас белгородцы пытаются расставить все точки над и самого начала второй партии мусерский будет продолжать подавать и харьковчанам нужно сосредоточиться на приеме это не просто но это возможно закрыт блоком юрий домин 6-2 6-2 ну что ж белогория набрала ход и локомотивовую сейчас нужно что-то предпринимать для того чтобы пускаться в погоню успешно и замена замена на этот раз диагональный юрий томин отправляется отдыхать вместо него появляется диагональный ливан каландадзе я уже говорил в первом сете что воспитанник именно белогория ливан ну и такой парадокс существует с ливаном каландадзе в открытом чемпионате россии россиянин за паспортом для кто скажет он считается легионером для харьковского локомотива вот так вот российский игрок в открытом чемпионате россии может считаться легионером ну тем временем сокращается отставание счет 3-6 и на подаче евгений копаев ну и прекрасная просто прекрасная атака которую завершил богомолов здесь можно только любоваться 7-3 хороший прием хорошая атака и без шансов для харьковского локомотива роза подача хорошая ян ерещенко на приеме тоже хорош и в атаке по блоку все таки по блоку ян ерещенко попал все как нужно сейчас пытается погреть сказать что он не касался мяча там все таки даже по траектории полета было мяча заметно но во всяком случае я так увидел о том что касание блока было теременко на подаче у харьковского локомотива прекрасно 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 и снова николай рудницкий братуев отмечаются на блоке здорово 5-7 ну вот то что и нужно было харьковскому локомотиву впуститься в погоню за белогорьем удается это пока что харьковчанам отставание сокращается хорошая подача теременко сбит приемы прекрасный тройной блок харьковчан братуев рудницкий ерещенко присоединился к блоку 6-7 вот сейчас это три было крупным планом на ваших экранах 6-7 минимальное отставание харьковского локомотива от белогорья ну а здесь все таки грозер неутомимо неутомимо проводят свои атаки и вот уже первый технический тайм-аут первый технический тайм-аут во второй партии счет 8-6 в пользу белгородского клуба ну а пока у нас небольшая пауза повторы вашему вниманию лучших моментов ну и выступление лока-дэнс очаревательные девчонки зажигают публику здесь в спорткомплексе локомотив заполнены трибуны заполнены трибуны спорткомплекса это приятно ну это в принципе почти всегда на волейболе здесь в Харькове именно так вот такое заполнение можно видеть ну а тем более когда вот играют такие команды Белгород 7-8 такой счет во второй партии уже после технического тайм-аута снова минимальное расстояние такое рабочее можно сказать расстояние по ходу сета не подает Братоев немножко перемудрил связующий Харьковского локомотива в этой ситуации 9-7 Замена в команде в Белогорье и под номером 6 на площадке впервые в нашем матче получается да впервые появляется Алексей Казаков Белогорьев центральный блокирующий с ростом 2-17 опытнейший игрок заслуженный мастер спорта ну и с его появлением мощь белогородцев не ослабла 10-7 Белогорье идет вперед сейчас Александр Богомолов будет подавать Фомин на приеме Братоев на атаку Ливану Каландадзе закрыт блоком Ливан вторая попытка и вторая попытка более удачная и результативно 8-10 локомотив впереди прошу прощения 8-10 локомотив пускается в погоню то есть набирает 8-ое очко то есть и я думаю так может быть предвосхищаю события о том что впереди локомотив ну может быть немножко я поспешил 11-8 Белогорье впереди локомотив догоняет Белогорье посмотрим как это удастся во всяком случае все шансы для этого есть и каковчане уже в первом сете это доказали Ливан Каландадзе да здесь было касание 9-11 вот так вот несмотря на такое казалось бы игровое преимущество белгородцев все-таки по счету хоть и впереди гости такого явного тотального превосходства у Белогорья нету может быть еще не включились на полную мощность может пока что еще и не требуется полной мощности от белгородцев хватает где-то так процентов 80-90 просто для того чтобы держать рабочие расстояния вот как сейчас прекрасный пайп 12-9 Белогорья так контролирует игровую ситуацию уверенно по чемпионски локомотив же тоже команда с чемпионским характером и не сдается без боя не подача не подача Антон Фоменко послал мяч за пределы площадки 10-12 10-12 10-12 подача Ливана Каландадзе зацепился мяч за сетку это не помешало Белогоре проатаковать скидка от Братоева не проходит а блок безупречен у Харьковского локомотива в этой ситуации 11-12 11-12 до минимума сокращают отставание харьковчане на подачу Ливана Каландадзе это происходит все ну и желаем продолжить серию диагональному Харьковского локомотива серию удачных подач ну вот как по заказу второй раз зацепился мяч за сетку ну а здесь от рук блокирующих Харьковского локомотива мяч ушел за площадку так в надежде все-таки на то что опустится мяч хотя бы на линию смотрели болельщики волейболисты Харьковского локомотива нет мяч за 13-11 подача Казакова переходящий мяч не сыграли белгородцы а здесь Ливан Каландадзе вот просто здорово проатаковал ну 2 метра и 8 сантиметров у диагонального Харьковского локомотива под номером 2 молодой амбициозный игрок и сейчас мы увидели весь потенциал этого диагонального в этой атаке здорово может играть Ливан чуть-чуть может не хватает где-то стабильности но это дело наживное 13-13 ну вот моя оговорка оказалась пророческой Локомотив пусть еще не впереди но уже счет сравнял 13-13 13-13 для кого этот счет будет несчастливым Жмит прием ну и так не воспользовались этой возможности в Харьковчане ну а Грозер безошибочно просто направляет мяч на площадку локомотива каждый раз я не помню за исключением тех моментов когда Грозера закрывали блоком надежно я не помню чтобы Грозер ошибся в атаке 14-13 но не подача не подача она на руку конечно же Харьковскому локомотиву 14-14 Дмитрий Дмитрий Теременко будет подавать у Харьковчан хорошая подача Дмитрия и не принимают эту подачу но и все-таки я оказался прав в 15-14 локомотив впереди еще одна мощная подача Дмитрия и здесь вот высоко мяч подлетает но Грозеру на атаку далее вот может быть первый раз вот так вот ошибся Грозер мяч за 16-14 плюс 2 у Харьковского локомотива ко второму техническому тайм-ауту во второй партии лучшие моменты середины второй партии вашему вниманию от режиссеров нашей трансляции Сергея Ищенко и Игоря Пуртова пока у нас тайм-аут под номером 2 обозначены как технический тайм-аут вот здесь вот такой обидный момент был мяч от блокирующих за площадкой ну и ошибка Грозера которая завершила 1 2 3 отрезок игровой во второй партии перед техническим тайм-аутом Теременко на подаче и снова мощная подача Дмитрия здесь уже так получше справились на приеме белгородцы вывели на атаку у Ильяных и Ильяных сделал свое дело уверенно 15-16 подача подача от олимпийского чемпиона справляются на приеме Харьковчане и закрыт блоком Ливан Каланданзе ну что ж 16-16 снова равная борьба не удалось Локомотиву вырваться вперед после второго технического тайм-аута больше второй перерыв в обязательном порядке оказался на руку Белогорью Ильяных на подаче Братоев на атаку Яну Ерещенко от рук блокирующих белгородцев мяч отправляется за пределы площадки что не может не радовать харьковских болельщиков и 17-16 счет в пользу Харьковского Локомотива Ну и еще один игрок который не появлялся до этого в составе белгородцев Александр Косарев доигровщик «Мастер спорта» на площадке у «Белогорье» достаточно свободно варьирует составом Геннадий Шипулин в этом матче все-таки наверное пытается найти игроков которые посвежее в матче чемпионов несмотря на счет три норки для белгородцев дался непросто плюс еще дальние перелеты ну и 17-17 снова равный счет снова равная игра и посмотрим какая же будет развязка во второй партии до нее уже рукой подать Ливан Каландадзе Грозов в защите блеснул ну и здесь закрыли атаку Косарева надежно и уверенно харьковчане выстроили блок 18-17 прочитали ситуацию замена у харьковчан Владимир Ковальчук отправляется подавать у харьковского локомотива связующий Владимир Ковальчук напомню но игрок обладающий мощнейшей подачей и этот Козырь решил разыграть Ильич Филиппов хорошая подача Владимира ну и атаки не получилось у Белогорья а Ильван Каландадзе немножечко поспешил мне кажется и не в координации выпрыгивал так уже все что смог то и сделал Ильван Каландадзе к сожалению неудачно 18-18 и обратная замена не удалось серию подачи Ковальчуку может быть не рассчитывали на 2-3 подачи но ничего страшного равный счет равная борьба смотреть за прекрасным волейбольным матчем и здесь Ливан Каландадзе уже влетает в сетку что-то не заладилось у диагонального Харьковского локомотива игра пока что во всяком случае нет стабильности нет такой может быть уверенности которая была присуща Ливану в предыдущих матчах но это все мне кажется тоже дело наживное вот сейчас Ливан Каландадзе доказал что справился с нервами излег ошибки из двух предыдущих розыгрышей и все сделал в этом случае как нужно 19-19 Николай Рудницкий на подачу Харьковского локомотива хорошая подача Николая Рудницкого блок Харьковчан снова блок Харьковчан смягчили атаку блоком Ливан Каландадзе нет не перехитрил блок белгородцев возвращает мяч в игру волейболиста Белогорье мяч за ну что ты будешь делать вот так вот мяч за как-то так окорченно всплеснул руками Ливан Каландадзе вроде все сделал правильно за одним исключением не попал на площадке на площадке недель 15-й со чем локомотивом локомотивом замена у харьковского локомотива на площадку возвращается Юрий Томин ну да не пошла игра Ульвана Каландадзе это заметно и возвращает Юрий Иванович Филиппов в игру Юрия Томина ну здесь здесь конечно же передохнул Юрий немножко и готов снова включиться в борьбу при счете 20-19 в пользу Белогорье нет нет к сожалению мяч уходит на трибуны не удался прием Денису Фомину этой подачи и 21-19 ну что ж глаз Белогорье как говорится виден невооруженным глазом и при счете 19-21 локомотив берет перерыв второй уже по счету концовка и развязка второй партии во многом может быть определяющая для хода всего матча посмотрим как она будет командами сыграна вот еще увидели свидетельство то что буквально яблоку негде упасть на трибунах спорткомплекса локомотив волейбол высочайшего уровня мы с вами наблюдаем и конечно же может быть харьковчане ожидали какого-то чуда от своей команды но поверьте с таким подбором игроков как у Белогорья очень трудно сейчас противостоять этой команде чем посмотрим как ну в честь и харьковского локомотива харьковчане борются и борются достойно яблоку негде упасть и я бы даже сказал на рамп на трибунах по счету это именно так 21 за второй партии развязка второго сета ну а здесь грозер на опыте сыграл и счет становится уже 22-20 в пользу белгородцев казаков будет подавать 22-20 ну несмотря на высокий рост подача казакова не является чем-то супер непринимаемым или каким-то неожидаемым ну вот здесь Евгений Копаев наверное все таки рассчитывал на касание не получилось 23-20 вот казалось бы ничего особенного Белогория не предприняло буквально какие-то даже не то чтобы ошибки немножко неточности у харьковчана все вот такой отсчет а все таки пайп это оружие харьковчан который которая вот удачно в нужный момент застреливает и 21-23 интрига сохраняется 21-23 интрига сохраняется на подаче Евгений Копаев надежная подача Евгения и здесь все таки все таки нашли пока Молова и хорошая передача получилась у Сергея Багрея создавшего в Белогорье 24-21 сетбол сетболу белгородской команды на подаче гроза не подает не подает немец и 22-24 есть шанс тем более что на подачу как искал локомотива Дмитрий Тиреев 22-24 подоблюдаем за подачей центрального блокирующего кирпича ну вот так решил разнообразить свои подачи Дмитрий ну может зря не рискнул хотя 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 оставим сослагательное наклонение и как под копирку счет второй партии 22-25 и снова хокерская локомотив уступает в самой концовке но уступает кому? Белгородскому Белогорию чемпиону России играет по-пространению Казахстан и в в в в Играет музыка Играет музыка Начало третьей партии Надеемся на то, что локомотив Сможет себя показать Тем более, что я вижу, готовятся появиться На площадке в составе хайтерского локомотива Самый опытный игрок Нашей команды Это Владимир Татаринцев Ну а пока есть еще небольшая пауза Я напомню результаты матчей Которые уже завершены В этом туре Факел Грозный 3-1 победа Факела Прикамье Губерния 1-3 Здесь выездная победа Губернии Динамо Краснодар Газпром Югра 1-3 Краснодарская Динамо уступает на своей площадке Зенит Казань Тюмень 3-0 Закономерно победа Зенита Московская Динамо Обыгрывает Кузбасс на своей площадке Со счетом 3-1 Матч уже завершен По партиям 20-25 25-19 25-21 25-18 Ну а Урал Уверенно обыгрывает Сарьгорский шахтер В Беларуси По партиям от шахтера Считаем 21-25 22-25 И там Начался уже третий сет У нас завершены два С одинаковым счетом 22-25 Каковский локомотив уступил В Белогорию Ну и как Я и анонсировал Владимир Татаринцев Сходу появляется В начале третьей партии В составе Харьковского локомотива Ну помимо того что Капитан команды на площадке Это всегда Воодушевляет партнеров И Как бы так Придает уверенности Действиям Ну и К тому же Владимир Татаринцев Это хорошая подача И надежный прием Пока что Не получилось у нас Увидеть Владимира Татаринцева В действии В этом розыгрыше Белогория берет Первый очко в третьей партии 1-0 На подаче Антон Фоменко Доигровщик Белогория Братоев на атаку Юрию Томину Здесь все получилось 1-1 Ну и к тому же К касанию сетки Как же я считаю информатор 1-1 Подача Юрия Томина В защите отрабатывают Харьковчане Владимир Татаринцев Ай-яй Какая ошибка И передача была хороша Но здесь вот Элемент не фарта Для Дмитрия Теременко 2-1 Бывает такое Татаринцев на приеме Переходящий мяч Здесь будет атака Тройной блок Харьковчан Ян Ерещенко Сделал все что мог В этой ситуации Но этого было недостаточно 3-1 Снова Белогория Вырывается вперед С самого начала сета Казаков На подаче Братоев на атаку Яну Ерещенко И снова Пайп Вот нет оружия У Белогория Против Пайпа Харьковского локомотива Вот уже который раз Если мне память не изменяет Уже четвертый раз А может и пятый Проходит Пайп В исполнении Яна Ерещенко В завершающей фазе Тоталинцев продолжает подавать Снова сбит прием Ильяных в атаке Закрыт блоком Ну и здесь Максим Жигалов Со второй попытки Добивается успеха В этой игровке Блеснул 17 номер Белогория Ерещенко на приеме Ну и хорошая атака Просто здорово Ну вот сейчас Ян Ерещенко Главный такой забойщик Харьковского локомотива В этом матче Ну и в последних тоже Конечно же стоит отметить И диагонального Юрия Томина Который очень здорово Сыграл в прошлый тур С Кузбассом Ну а сейчас Эйс задумывал Дмитрий Теременко Не получилось И счет 5-4 Белогория впереди Ильяных Отправляются подавать У белгородцев Ну и так вот Весьма активно Проводят время Поддержка Подгородской команды На трибунах Спорткомплекса Локомотив Она здесь сейчас За спиной Ильяных Поддерживает свою команду Переходящий мяч Блок Харьковчан Ну ой-ой-ой-ой-ой-ой Невынужденная ошибка Юрий Томин Как-то вот так Уже думал О каких-то дальнейших действиях И так немножко Потерял концентрацию На этом мяче И 6-4 Подача Ильяных Нет Мяч приходится в сетку 5-6 5-6 Георгий Братуев На подаче У Локомотива Ну вот Такая подача И не подача Вернее От Братуева Трудно даже Сказать Что задумывал Светущий Харьковчан 7-5 Не получилось подачи В общем 7-5 Богомолов Выстраивает игроков На площадке И будет подавать Подаренцев на приеме Атака Николая Рудницкого И здесь Загрудил мяч Николай так Что ни блокирующая Ни защита Белогорья Ничего поделать не смогли И 6-7 6-7 Ереченко на подачу Фомин Блестяще Сейчас сыграл Татаринцев В атаке Не завершает Татаринцев в атаке В защите Прошу прощения Отработал В атаке В защите Чуть-чуть не хватило Владимиру Чтобы вытащить этот мяч Ну и неудобно Честно говоря Так уже Отходя назад Владимир пытался Спасти этот мяч Вернуть его в игру И 8-6 8-6 Белогорья Впереди Первому техническому таймауту В третьей партии Ну что ж Не исключено Что Белогорья Сейчас Будет пытаться Завершить этот матч В трех сетах Единственное На что Сейчас рассчитывают Харьковчане Это на то Что посвежее Сейчас игроки Локомотива И это может Сказаться Если удастся Зацепиться Сейчас За счет Где-то выравниться Выйти вперед То все еще возможно Ну а у Белогорья Особенно Оттягивать Момент Не стоит Поскольку Есть усталость У белогородцев После матча В Лиге Чемпионов Ну а Мы продолжаем Наблюдать За развитием Событий На площадке Ерещенко На приеме Николай Рудницкий Здорово Пусть И не получилось Так Вголотить мяч В площадку Мяч на площадке Седьмой очко Набрано А это главное 7-8 Локомотив Сокращает Отставание Отставание Снова рабочее Плюс 1 У Белогорья Не преимущество Подача Рудницкого Сбит прием Атаки Серьезной Не будет Или будет Вот так вот Получите От белогородцев Не ожидали Харьковчане Что вот такая Атака Возможна Да Риск Оправдал Средства 9-7 Белогорья Против всех Волейбольных Догм и правил Сейчас была Атака у Белогородцев Ну Рискнули Повезло Ну а здесь Неподача Неподача У Антона Фоменко Юрий Томин Диагональный Харьковской Локомотив Отправляется Подавать В свою очередь Хорошая подача Юрия Переходящий Мяч Фомин Здесь на месте Нет Поджидали Уже эту Скидку От Братоева Белгородцы Не удивил Слезающий Харьковской Локомотив 10-8 Казаков На подаче Юрий Томин Не добивает А здесь Здорово играет Ильяных Ну Не буду говорить О том Что доигровка У Белогорья Посильнее будет Это мне кажется Очевидный факт И непреложная Истина А не только В этом матче Эйс Мне кажется Сейчас Какой-то спорный момент Не были готовы К приему Харьковчане Почему-то Запрос команды Белогорья Запрос команды На видеоповтор Немножко не увидел Я эпизод В чем видно Будут искать Видеоповторы В каком Именно моменте В каком эпизоде Будут искать Ну вот да Все-таки ошибка Харьковского Локомотива Мяч на площадке И 12-8 12-8 Такой счет В третьей партии В пользу Белогорья И при этом счете Вперед в перерыв Юрий Васильевич Филиппов Для своей команды 8-12 От Харьковчана Считаем Ну и Повторы Эпизодов Которые предшествовали Третьей партии Этому счету Ну что ж Трудно что-то Сейчас конечно Харьковчана Будет предпринять Для камбэка Для того Чтобы Сделать счет равным Но трудно Не означает Невозможно С подачей Казакова Можно справляться Фомин на приеме Владимир Татаринцев К сожалению Не приносит очко Своей команде 13-8 Белогорья Уверенно Уходит в отрыв И причем На подаче Именно Казакова Пайп В исполнении Харьковчан Очередной раз Загляденье 9-13 Ну вот если брать Количество пайпов И качество То Харьковчане Здесь В три раза По статистике Превосходят Белгородцев Но В принципе Это наверное Самая существенная Разница В пользу Харьковского Локомотива Пока что По статистике В этом матче Ян Ерещенко 10-13 Ну вот здесь Вот Вы знаете Вот Если проводить Такую параллель Восьмине поколений Именно Амплуа Да То вот Ян Ерещенко Сейчас Вот тот Человек Которого Волейболе Принято Называть Универсалом Который В свое время Вот Владимир Татаринцев Был именно Таким же Универсалом И номер Один В сборной Украины Сейчас конечно же Владимир Божь играет На опыте Много Травм У Владимира И сейчас Конечно же Выходят Только в ключевые Моменты Татаринцев На площадку Ну и Здесь Владимир Хорош Ну а Вот Главный Такой Ответственный Момент По набору Очков Сейчас лежит На плечах Яна Ерещенко Фомин На приеме Братуев На атаку Юрию Томину Юрий Томин Попадает Одиннадцать Четырнадцать Десять Четырнадцать Нет Одиннадцать Четырнадцать Было Все правильно Все правильно будет. Если опять-таки ответит арбитр на вопрос про видеозапрос. Вот такой стежок получился волейбольный. Видеозапрос запросила Белогорье этого эпизода с Юрием Томиным. Ну и куда сейчас станет Владимир Паевский, арбитр под номером 2. И все-таки Владимир Паевский говорит о том, что очко нужно отдавать Белогорье в совещании арбитров по этому поводу. Ну и да, все. Разрешилось все так, как и предполагалось. 11-14. Вот такие спорные моменты сейчас в волейболе не редкость. Но они устанавливают истину. Мяч зафиксирован на площадке. 11-14. Игра продолжается. И тройной блок. И тройной двойной блок Кырковчан. Этого оказалось достаточно для набора 12-го пункта. 12-14. Локомотив пускается в погоне в очередной раз с Белгородским клубом. Теременко на подаче. Хорошая подача. Ну и достойный ответ Белогорцев. Что-то вот сейчас я эпизода немножко, честно говоря, не понял, не доустыдил за моментом. Переход средней линии. Переход средней линии, да. Я отвлекся на мяч, который доставали харьковчане. А арбитры свое дело знают. И зафиксировали переход средней линии. Счет 13-14. Локомотив на расстоянии одного пункта. Отставание от Белогорья. Ну что ж, погоня пока что харьковчанам удается. Пусть даже где-то пытаются оспорить решение судей Белгородцы. А не вышло. Мяч в том эпизоде с 11-м набранным очком был на площадке. И сейчас переход центральной линии. Это все говорит о том, что Белогорья где-то тоже уже подустала, теряет концентрацию. И если сейчас харьковчане поднажмут, а свежести и сил для этого у локомотива должно хватить, то вполне еще все возможно в этом матче. Мяч на площадке. Травильный блок харьковчан. И счет 14-14. 14-14. Локомотив сравнивает счет. Рекомендирует отставание. И на подаче Дмитрия Теременко. К сожалению, не подойдет Дмитрий. Илья Иных отправляется на подачу у белгородцев. И будет атака. Да, по блоку попытался проатаковать Юрий Томин. Не вышла задуманная. 16-14. Ко второму техническому тайм-ауту в третьей парке. Что ж, пока что Белогорье сумело немножечко так отодвинуть угрозу от себя. Два очка записала свой актив. И с преимуществом плюс два отправился на второй технический тайм-ауту в третьей парке. Возвращаемся к игре. Команда готова выйти на площадку. Вот такие очаровательные болельщицы есть в составе армии фанов Херковского локомотива. Ну а сейчас в какой-то степени решающий момент в этом матче. Ну и снова не попадает Юрий Томин. Мяч за 17-14. Ну что ж, вот это преимущество плюс три, которое очень трудно ликвидировать вот на таком отрезке. Когда вроде еще ничего не потеряно, но тем не менее, белгородцы могут уйти вперед и не позволить Херковчанам приблизиться и завершить сета, соответственно, и матч в свою пользу. Ну а Херковчане себе немножко усложнили задачу. А может даже и не немножко. По поводу того, чтобы догнать и перегнать Белогонии. Подача Ильяных. Братоев на атаку Юрию Томину, но здесь Юрий Томин попадает. Здесь все хорошо, передача от Братоева хороша. Атака Юрия Томина соответствовала передаче. 15-17. Ну и здесь достойный ответ Белогория. Еще 18-15. Вот этот такой разрыв плюс три. Вроде и небольшой, но очень такой в психологическом плане, наверное, трудноват. Вроде и достать можно, но для этого усилия надо прилагать. Особые такие, не один-два, а такая серия должна быть. Удачных розыгрышей. Ну вот как сейчас Юрий Томин диагональный конец колокомотива завершает атаку. Вот сейчас замена. Замена. Вместо Яны Ерещенко снова на подачу отправится Ливан Каландацзе. И номер второй. 16-18. 16-18. Хорошая подача Ливана. Переходящий мяч. И Николай Рудницкий, жаль, не добивает. Смягчили блоком. Ну и Фомин, да. Только смог и пронаблюдать за этим мячом. Больше ничего. Ребен Харьковчан сделать в этой ситуации просто не мог. Обратная замена. Возвращается Яна Ерещенко на площадку. 19-16. 19-16. Ерещенко на приеме. Братуев на атаку Николаю Рудницкому. Не проходит атака первым темпом. И закрывают блоком. Алексей Казаков закрывает блоком Юрия Томина. 20-16. Ну что ж, тайм-аут берет Юрий Иванович Филиппов. И, конечно же, Белогорье имеет сейчас на руках все шансы для удачного завершения этого матча в свою пользу. И, конечно же, Белогорье имеет сейчас на руках все шансы для удачного завершения этого матча. Возвращаемся к игре. Вот болельщики Белогорье радуются успеху своей команды, вполне естественно. Ну а здесь мяч сыгран на стороне соперника. А, нарушение зоны атаки. Нарушение зоны атаки игроком задней линии. Так официально звучит из уст секретаря в следующей встрече информатора. Это нарушение правил. Владимир Татаринцев блок-аут. На опыте сыграл сейчас капитан Капинского локомотива, мастер спорта международного класса. Обладатель Кубка ТОП Коман 2004 года. На сегодняшний день это единственный евро-успех высшей пробы Капинского локомотива. Но я думаю, что есть все шансы у Харьковского локомотива в ближайшее время, в следующем сезоне. Но может быть максимум через один все-таки титул авто поприбавить. Напомню, что бронзовый призер в ЕКВ, в Харьковский локомотив. Хотя бронза здесь вот в этом розовиде Еврокубков не вручается, но учитывается. Тогда вот, когда уступили Халбанку, отключение в розовиде Шкубка ЕКВ. Фактически это и обеспечило бронзу локомотиву в Еврокубке. Второму по рангу после Риги Чемпионов. Ну а все это успехи в прошлое. Мы надеемся на успехи в будущее. В Белогорье, похоже, сделает сейчас все возможное для того, чтобы завершить этот сетый матч в свою пользу. Но здесь уже Харьковчанам приходится уповать на волейбольную удачу. Она пока что не сопутствует локомотиву. В этом розыгрыше так точно Юрий Томин не подает. 23-18. Два очка теряет Белогорье от победы. Вполне заслуженной. Пока что, конечно, локомотиву трудно противостоять на равных. Такому именитому клубу, как Чемпион России Белгородская Белогорье. Вообще в истории российского волейбола Белогорье самый именитый клуб. И это говорит о многом. 19-23 на подаче Владимира Татаринцева. Могу сказать, в честь Харьковского локомотива не доигрывают этот матч. Харьковчане борются до последнего. Вот сейчас фирменная подача Владимира Татаринцева в действии. И счет становится 20-23. А там, чем черт не шутит, все будет видно уже по результату на подаче Владимира Татаринцева. Ну что ж, хотелось бы серию, серию от капитана Харьковского локомотива. А можно подавать. Хорошая подача Владимира Татаринцева, справились на приеме. Вы сами все видели, здесь трудно что-то комментировать. Классно играет Белогория. И такие игры для Харьковского локомотива тоже нужны, тоже важны. Виден уровень, к которому нужно идти, к которому нужно стремиться. Сутбол и матчбол и эйс в исполнении Антона Фоменко завершает сегодняшний матч в пользу Белогория. Со счетом 20-25 локомотив выступает третьей партии. Ну что ж, мы поднаблюдали за хорошим волейболом, за мастерами, которые показали красивую и содержательную игру. Ну а мне остается добавить, что мы прощаемся ненадолго. Уже во вторник здесь в спорткомплексе локомотив Харьковский локомотив принимает в рамках 12-го тура «Факел». Не пропустите этот матч, это будет очень интересно. Ну а наша трансляция на сегодня завершена. Для вас ее провели за камерами операторы Николай Нестеренко, Виталий Пендус, Александр Григорьев и Максим Антоногенов. Режиссер трансляции Игорь Пуртов, Сергей Ищенко, комментатор Александр Ланецкий. Спасибо, что были с нами. До свидания. Принимает в рамках 12-го тура «Факел». Не пропустите этот матч, это будет очень интересно. Ну а наша трансляция на сегодня завершена. Для вас ее провели за камерами операторы Николай Нестеренко, Виталий Пендус, Александр Григорьев и Максим Антоногенов. Спасибо. 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 Спасибо.